Заказчик выдумал кофеварку, которая расположена на левой части этого слайда. Она была нужна для того, чтобы одновременно можно было заварить и кофе, и чай по желанию потребителей. К сожалению, она у них очень сильно шумела и не могла одновременно налить кофе и чай. Делала это только по очереди. Для того, чтобы избежать этой неприятности, мы использовали решение примерно столетней давности и поставили две поршневых кофеварки, которые были изобретены в 1932 году. Вот и все изобретение. Естественно, шум поршни не дают. Самое главное в этом изобретении, на самом деле, использование ходового винта и использование старого решения, которое уже было опробовано, оно не создавало шума. Упражнение 67. Прототипом является карандаш деревянной оболочки. Ну и будем считать, что он у нас имеет колпачок для того, чтобы защищать карандаш в период переноски с места на место в портфеле или в кармане от повреждения грифеля. Изобретение.